Здравствуйте! Ну что ж, в пятницу ни евро, ни фунт так и не смогли вернуться к максимумам четверга, а причина очень проста. Это, естественно, данные по промышленному производству в Соединенных Штатах Америки, которые оказались, ну, мягко говоря, гораздо лучше прогнозов. Даже несмотря на то, что предыдущие данные пересмотрели в худшую сторону, с 6,4 до 6,3% темпа роста в годовом выражении. Но они должны были замедлиться до 4,9%. Нет, получилось. 5,8%. Это очень большой показатель. Во-первых, начнем с этого. Во-вторых, темпы замедления достаточно скромные. Понятное дело, что долго такими темпами роста не могут оставаться. Они, естественно, будут двигаться к своему естественному, привычному состоянию в районе 2%. Учитывая, что говорят нам и Федеральная резервная система, и Минфин США, в общем-то, вполне возможно, что к концу года Америка скатится в рецессию. Так, вероятность такова, довольно велика. Поэтому темпы роста, естественно, будут потом меньше по промышленному производству. То есть, они вообще будут, если не окажется спад. Но на данный момент результаты достаточно хорошие. Замедление происходит гораздо медленнее, чем ожидалось. И самое главное, что американская промышленность растет, в отличие от европейской. Поэтому на фоне подобного сопоставления, доллар, конечно же, выглядит гораздо привлекательнее, что вполне логично. И хотя все равно, сам факт замедления темпов роста производства, это негативный фактор. Поэтому мы в любом случае увидели определенный рост как евро, так и фунта. Фунта, конечно, в гораздо меньшей степени. В основном-то по евро. Но он оказался крайне скромным и недостаточным. Для того, чтобы вернуться к тем значениям, которые были на пике в четверг. То есть, ближе к 1.06 это по евро. И про 1.24 с фунтом вообще просто молчим. Сейчас это не об этом идет речь. Не сложилось. Что дальше у нас? Сегодня в Соединенных Штатах выходной день. Отмечают день эмансипации. То есть, никто не работает. Соответственно, без американских трейдеров. Рынок, в общем-то, будет находиться в таком шалтай-болтай. Ни туда, ни сюда. Топтаться на месте. Потому что, неоднократно это говорил. Основная масса того капитала, который оборачивается на финансовых рынках. Этот капитал контролируется все-таки американскими финансовыми институтами. То есть, возможно, инвестбанками, пенсионными фондами, страховыми фондами, хедж-фондами, инвестфондами и прочее-прочее-прочее. Из этой оперы. Это львиная доля. Это больше половины всего капитала, который крутится на всевозможных финансовых рынках по всему миру. Поэтому, если они не работают, то никаких телодвижений по этим позициям, средствам тоже не будет происходить. Соответственно, рынок в таком легком затишии находится. Что нас может ждать дальше? Ну, если мы посмотрим на календарь, то завтра мы видим следующее, что нет толком ничего. Только розничная продажа в Канаде. То есть, ни по Европе, ни по Великобритании ничего сверхъестественного не публикуется. Да, будут выступать представители Банка Англии, но тут маловероятно, что мы увидим что-то новое. Точнее, услышим, потому что, в принципе, Банк Англии уже опубликовал целый протокол минувшего заседания. Там все понятно, все четко по полочкам разложено. Что дальше? Ничего. Сидим, ждем данных по инфляции, которые будут, кстати, по Британии на этой неделе должны опубликоваться. То есть, до этого каких-то резких телодвижений и заявлений в отношении фунта явно не ожидается. По крайней мере, завтра уж точно. По Европе там тоже представители ЕЦБ, но здесь будет именно разговор о том, что хорошо, вот вы сейчас поднимаете ставку рефинансирования в ближайшее время, а дальше? И вот намеки про это дальше будут достаточно оказывать серьезное влияние. И вполне возможно, что как раз завтра-то мы увидим возврат к 1.06 по евро. Евро за собой потащит, естественно, уже и фунт. Конечно, к 1.24 не пойдет, но, наверное, пробьет где-то отметку 1.23. Это то, что касается евро и фунта. Что у нас происходит с рублем? Мы уже тут сколько? Две недели топчемся на месте. Вот постоянно падаем в это 56, там, ну, может быть, 57 рублей за доллар. И никуда, ни вниз, ни вверх. Ну, вниз, то есть, дальше укрепляться по рублю, в принципе, некуда. Потому что тут уже и Банк России, и правительство, и отдельные, значит, там, министерства заявляют, тут, 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 подождите, подождите, 75, 80 рублей за доллар. То есть, озвучивают свои пожелания, вот, по курсу, который нужен сейчас экономике. И он явно выше, чем мы находимся сейчас. То есть, соответственно, правительство явно в той или иной мере будет пытаться предпринимать какие-то действия. Оно пытается предпринимать, но пока безуспешные. Для того, чтобы ослабить рубль. Соответственно, вот, в подобной ситуации идти дальше на укрепление рубля, ну, наверное, нет никакого смысла. То есть, участники рынка тоже все эти вещи четко просчитывают. И, по сути дела, рубль сейчас находится в ожидании каких-то реальных практических шагов по ослаблению курса. И, вот, после этого мы сдвигаемся с места и уходим. Все-таки, наконец-то, выше 60. И, наверное, мы, не думаю, что мы сразу начнем двигаться в сторону, там, 70. Это будет поступательное движение. Более взвешенное, более спокойное. Но то, что мы, вот, в течение, там, недели-двух, все-таки, надеюсь, должны будем идти выше 60. Да, это должно случиться, потому что, а иначе, как, мы не можем вечно стоять на текущих уровнях, ситуация не та, она не благоволит этому. Но и укрепляться некуда, достаточно послушать просто-напросто представителей, что регулятора, что правительство. Вот, по сути дела, рубль находится в состоянии такого перманентного ожидания. Но это не значит, что у нас сейчас на рынке ничего не происходит, ничего интересного нет. Раз, там, и выходные в Штатах, и никаких макроэкономических данных не публикуются. Нет, есть. Давайте посмотрим с вами на нефть. Потрясающе, великолепное движение. Там, до 112 долларов с отметки выше 120, между прочим. То есть, ну, вот, буквально, там, за менее чем за сутки пролетели 10 долларов вниз. Спрашиваются, что? Кстати, обратите внимание, что рубль на это никак не отреагировал. Тут, давайте, скажем так, назначать виновата, да, как говорится. Итак, все дело в Соединенных Штатах. Джозеф Байден уже прямым текстом говорит, я буду добиваться, уже призываю всех нефтедобывающих страны мира увеличить объемы добычи. Кстати, примечательно, что этот призыв почему-то не распространяется на Соединенные Штаты. Сами Штаты не намерены увеличить объемы добычи. И они не могут этого сделать, потому что с приходом Джозефа Байдена резко приостановилась выдача разрешений на бурение. То есть, вроде бы лицензии у компаний есть на какие-то месторождения, на разведку, разведанные месторождения. А вот и получить разрешение на бурение они не могут. Ну, правительство не удает. У нас, мол, зеленая программа. А всех остальных сейчас Соединенные Штаты пытаются обязать, значит, увеличить объемы добычи. При этом, что примечательно, данный призыв не распространяется на Россию. Наоборот, мол, увеличьте для того, чтобы выкинуть Россию с рынка. И якобы это должно, значит, решить проблему с инфляцией и ценами на топливо. В первую очередь, если в Соединенных Штатах Америки. Вот тут надо разобраться поподробнее, что это вообще такое. Первое. Само падение связано как раз с риторикой Белого дома и вообще в целом Вашингтона. Это как призывы главы государства, так и заявления из Конгресса о том, что будем сейчас разрабатывать какие-то законодательные инициативы, прорабатывать, для того, чтобы добиться либо увеличения объемов добычи, либо снижения цен на топливо. То есть, тут все как-то напряглись. То есть, будет подключена тяжелая артиллерия. Возможно, в виде каких-то санкций дополнительных, странных довольно. Каких-то законодательных инициатив, в виде законов определенных, нормативных актов. То есть, тут такой момент достаточно шаткий. А что будет в этих бумагах? Непонятно. В этих документах имеется в виду. Но тут все гораздо прозаичнее. То есть, я абсолютно убежден в том, что вот это движение по нефти носит локальный спорадический характер. Во-первых, вы тут много чего наговорили. Но вы и до этого говорили много чего. А где действия? И вот если сейчас за этими угрозами и громкими лозунгами не последуют какие-то реальные практические шаги, мы достаточно быстро начнем возвращаться на уровень выше 120 долларов за баррель. И вновь пытаться брать вот эти многолетние максимумы. То есть, уходить за 125, за 126 долларов. И мы это можем увидеть достаточно быстро. Если в течение ближайших дней не последует какой-то реакции, каких-то конкретных действий со стороны Соединенных Штатов Америки. И, по сути дела, то, что сейчас происходит, это не что иное, как политическая игра. Безусловно, невероятно высокий рост инфляции в Соединенных Штатах вызывает беспокойство граждан. Цены на топливо вообще рекордные. То есть, такого никогда не видели. Когда доходит до того, что американцы любят большие машины с большими баками, тысячи долларов заправка в своем уме, чтобы заправить вот этот пикап, без которого в большей части Соединенных Штатов ты прожить не можешь, потому что общественного транспорта нет, доставки такой вот широкой нет, там мелкие города раскинуты, какая доставка вам, да? У многих какой-то свой мелкий бизнес, какое-то хозяйство, и ты там просто без пикапа вообще никуда. Ну, как без рук. Это то же самое, что в крупном мегаполисе без метро. То есть, как это? А там надо много заправлять. К тому же ты можешь ехать по какой-нибудь местности, где, ну, в принципе, как бы вот ты отъехал от заправки, следующее, черти знает, где ты там за горизонтом. И надо понимать, что там проживает немало людей, чуть ли не половина избирателей. В общем, важно, избирателей. Поэтому вопрос о ценах сейчас в Соединенных Штатах стал политическим. Поэтому и логичны подобные заявления Байдена. Почему логичны? А в этом году у них промежуточные выборы. И понятное дело, что когда все видят такой рост цен, такие цены на бензин, ну, вряд ли кто-то пойдет голосовать за демократов. Потому что выборы и в Конгресс, и в Сенат. Потому что, ребята, что тут ваш президент делает такое? И тут очень показательный такой момент. Во-первых, все валят на других. То есть, возлагают вину за все происходящее на других. Демократы кричат, это Путин. А кто же еще? Республиканцы кричат, что нет, это все из-за Байдена началось. Я ранее на прошлой неделе говорил, что началось все гораздо раньше. Когда в 2009 году ФРС запустил печатный станок, все предупреждали, ребята, будет вот это вот. Может быть, там с каким-то временным лагом, еще что-то. Но это произойдет. Про эти разговоры забыли сказать. Да ну вас всех, зачем думать об экономических процессах, которые могут развиваться в течение 10 лет. Пожалуйста, вот они. Но могут ли республиканцы, например, обвинить в этом, ну, не Байдена? Трампа они не могут. Потому что, подождите, если Трамп, республиканцы, а вы в 16-м году, извините меня, взяли не только Белый дом, но еще и обе палаты в Сенате, то есть большинство в Конгрессе у республиканцев и большинство в Сенате. То есть у вас и законодательная власть вся ваша, и исполнительная полностью под вашим контролем. Это из-за вас там началось? А, то есть это вы виноваты. А если они скажут, что нет, на самом-то деле, ребят, смотрите, все честно, да, значит, инфляция началась при Обаме. То есть вот основы, то есть фундамент для этой вот текущей ситуации был заложен тогда при Обаме. Опять же, ребят, в 16-м году вы получили все, то есть вы ничего не сделали. А, демократы сваливают все на Трампа, могут, например, свалить, но у них проблема, потому что если в этом виноват Трамп, вы тут уже два года у власти, вы что-нибудь делали? Нет. А сказать, что это на самом деле началось в 19-м году при Обаме, то есть для демократов. И получается ситуация, что при одних началось, другие нифига с этим не делали, вот она реальность. Соответственно, надо искать виноватых, потому что сейчас выборы, и надо заполучить власть. Кому-то удержаться, а кому-то в нее, грубо говоря, усилить свое представительство. А кто-нибудь там занимается реальными проблемами инфляции, а получается, что нет. Парадоксальная ситуация. Да это на самом деле не парадоксально, а вот она на самом деле так и выглядит. Поэтому нынешние ситуации с нефтью, это временный характер носит. Потому что дальше лозунгов, политических заявлений, которые набьют кому-то каких-то политических очков на предстоящих выборах, дело дальше пойти не может. Потому что, а что они могут сделать? Ну, хорошо, призывают увеличить объемы добычи. Мол, мы заменим Россию. Точнее, не мы там, а вот вы там все увеличите добычу и замените Россию. Но Россия добывает примерно, ну, чуть меньше, 10 миллионов баррелей в сутки. Из них потребляет что-то около 4, ну, ладно, возьмем по максимуму половину. То есть, на экспорт уходит от 4 до 5 миллионов баррелей в сутки. Никто в мире, даже суммарно, вот сейчас технически, нарастить так объемы добычи, чтобы только заместить российскую нефть, не может. Только что говорить о том, что, а мы еще увеличим добычу, чтобы снизить цены, там вообще об этом разговаривать не приходится. Просто не приходится. И по факту, даже если сейчас Соединенные Штаты предпримут какие-то действия, вполне практические, да, локально это может привести к еще большему снижению цен на нефть, а потом, когда все посмотрят на баланс, цены просто взлетят. Потому что, а где все это брать-то? Откуда? Ответа на этот вопрос нет. Поэтому все это лишь предвыборная риторика. Потому что осенью выборы в Штатах. И все эти заявления, это вот только лишь на публику, на избирателя. Не более того. Физически все это реализовать не могут. А если даже попытаются реализовать, можно просто хватать за голову и совсем будет. В кого же вы таки уродились-то? Вы хоть цифры-то знаете? Вы отличаете цифру 2 от цифры 3, там, внешнюю, да? Нет? Ну, извините тогда. Результат будет невероятно плачевным. Поэтому то, что произошло с нефтью, это локальный, спорадический эффект небольшой. Ну, шок такой легкий. Все, мы очень быстро вернемся назад. Именно по этой причине рубль вообще на это никак не отреагировал, потому что как раз тут-то все понятно. Да, то есть тут на рынке мало спекулянтов осталось. Остались только в основном прагматики. И те, кто реально с этим работает, они эти вещи понимают. И поэтому, а что с рублем-то? Рубль тут при чем? Все, наоборот, хорошо даже может быть сложиться. Может интереснее даже выйти. Все. И отдельно хотел обратить внимание на золото, которое, конечно же, на, по сути дела, на итогах заседания Банка Англии резко подскочило, потом ушло и сейчас пытается встать в такой диапазон 1840-1850 долларов за унцию. Как могут развиваться события дальше? Что, наверное, будет попытка движения к верхней границе, чтобы окончательно закрепить коридор? Вполне возможно, сейчас это может произойти. Однако, давайте подумаем с вами о хотя бы среднесрочных перспективах для золота. А не только вниз. Федеральная резервная система увеличила темпы, уже ускорила темпы повышения процентных ставок. То есть, раз. ЕЦБ сейчас точно начнет тоже повышать процентную ставку. Впервые за многие-многие годы. К чему это приведет? Это все приведет к росту доходности на рынке государственных облигаций. В первую очередь, европейских и американских. По-американским уже рост виден, по-европейским тоже сейчас начинается рост. Это самый крупный рынок. И он считается, кстати, защитным активом. То есть, вот государственные долги европейских стран, Соединенных Штатов, это защитные активы. Как и золото. И по этим активам сейчас, либо уже начался рост, либо он вот-вот произойдет. Рост доходности. Этот рынок более защищен от резких колебаний, как, например, рынок каких-нибудь активов, ресурсов, сырья и еще чего-нибудь. В частности, и золота в том числе. Он более интересен в этом плане. Даже если он будет давать какую-то доходность меньшую, чем, например, может гипотетически нарисовать золото, это будет надежнее. И часть капитала в любом случае будет перетекать именно в эти активы. То есть, в государственные облигации. И отток будет происходить в первую очередь защитных активов. Поэтому потенциал роста золота крайне-крайне ограничен. Наоборот, среднесрочная перспектива, она скорее будет снижаться. То есть, первая у нас отметка – это возврат к 1810 долларов за унцию. А в итоге мы должны будем опуститься даже ниже, чем 1800. За счет вот этого перераспределения капитальных потоков. Вот такие у нас получаются сейчас дела. Если у вас есть какие-то вопросы, замечания, пожелания, пишите, не стесняйтесь. Я же на этом с вами прощаюсь. Желаю вам удачи, мира и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok